Слава нашему Богу! Приветствую, кого еще не успел поприветствовать. Хотел сразу поздравить наших сестер, мам, дочерей, бабушек, внучек, племянниц, тетя с прошедшим праздником 8 марта. В некоторых церквях не празднуют этот, как считается, светский праздник. Мы принадлежим к такой церкви, которая любит такие праздники, которые, тем более, значит, с подачи двух евреек, представителей Божьего избранного народа. И мы знаем, да, Клара Цеткин, Роза Люксембург. И просто почему бы и нет, почему бы и не поздравить. Хотя, вы знаете, я благодарен этому дню, я когда-то был выходцем из Законнической Церкви, Старая Церковь, Пятидесятническая Церковь, где этот праздник был просто запрещен, о нем было запрещено даже говорить. Для меня этот день тогда послужил толчком, я для себя получил такое откровение, что я буду любить свою жену не только один день в году, не только 8 марта, и не только 8 марта дарить ей цветы, ну и 8 марта тоже, но я буду стараться делать это каждый день, 365 дней в году. Если братья со мной согласны, откликнитесь. Но я хотел, знаете, опять меня мой старший брат порадовал, и я молюсь за его спасение. Я верю в то, что Господь стучится в его дверь, и он мне на этой неделе прислал стихотворение, которое я сегодня, сестры, хочу вам подарить. Баллада о запахах. На кухне я готовлю завтрак, как пахнут кофе и халва, а может быть, имеют запах и наши чувства, и слова. Любовь, к примеру, пахнет розой, а детский лепет молоком, а слово доброе мимозой, ромашкой или васильком. Словесный мат, простите, с мрадом, и как невидимый палач он побивает будто градом росточки счастья и удачи. Какая красочная дыня, разрезала, а там труха. Наверное, пахнет так гордыня, родоначальница греха. Улыбка пахнет шоколадкой и комплимент конфеты сладкой, покой домашним пирогом, а гнев горячим утюгом. В свободе слышу запах моря, так пахнут ветер и цветы, а если кто друг с другом в ссоре, там пах запах серной кислоты. Духами пахнет благородство, доброжелательность и мир, а свалкой мусорной уродство, обжорство, пьянство и трактир. Уныние, как тяжелый камень, всегда у мира на виду, а нежность пахнет лепестками цветущей яблони в саду. Пусть будет счастье, добрый запах и аромат красивых слов, на кухне я готовлю завтрак, печенье, кофе и любовь. Примите подарок, сестры. Это, кстати, написал монах Оптинской пустыни, отец Тихон. Я почему-то, не знаю, в глубине духа, интуитивно, я очень уважаю монахов, старцев, которые пребывают в Оптинской пустыне и периодически творят там. И мы хотим сегодня от братства нашего подарить эти прекрасные рожи, чтобы вы на протяжении этого служения просто как вдыхали этот аромат. Аромат нашей любви к вам, нашей благодарности, нашего уважения, нашего почитания. Аллилуйя. Слава нашему Богу. Давайте мы поаплодируем, братья и нашим сестрам в этот праздник. В знак почитания, в знак того, что у нас такие прекрасные жены, у нас такие прекрасные сестры, у нас такие прекрасные дочки. Слава нашему Богу. Давайте прославим нашего Господа еще, да? Давайте воздадим ему славу. Аллилуйя. Да прославится имя Господне.